Здравствуйте! С вами студенческие новости Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Какими значимыми событиями была отмечена прошедшая неделя, вы узнаете прямо сейчас. Мы молодое поколение и мы должны прославлять свою республику, мы должны гордиться тем, что мы смогли стать самостоятельными. Я хотел бы ей в первую очередь пожелать творческого долголетия. У нас сегодня состоялся очередной отчетный концерт, второй в этом году, который был посвящен волшебству. «Чистое небо» под таким названием прошел второй республиканский фестиваль-конкурс «Песен о родине», который призван возродить в Луганске патриотическое направление в творчестве молодых исполнителей. Что значит «родина» для участников фестиваля, знает Артур Лавренюк. В Луганске прошел второй республиканский фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической музыки «Чистое небо». В этот раз он собрал намного больше участников, чем прошлой весной. Более 220 исполнителей в возрасте от 12 до 18 лет собрались со всей республики, чтобы выступить на сцене Академии Матусовского. Организовали фестиваль отделения культуры колледжа Академии и Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся молодежи Министерства образования и науки ЛНР. Цель сегодняшняя состоит из нескольких частей. Первая – это патриотическое воспитание методом и способами вокального искусства. Вторая позиция, которую я бы назвала, это отношение детей к тематике, волнующей, тревожной тематике, касающейся патриотического воспитания. Участников разделили на три возрастные категории, и все они демонстрировали свое мастерство в шести номинациях. Вокальное искусство, вокальные ансамбли, инструментальное искусство соло, инструментальное искусство ансамбли, вокально-инструментальное искусство и авторские произведения. Каждым своим выступлением исполнители доказали – в республике много талантливых молодых людей, для которых понятие «родина», «честь», «подвиг» – не просто слова. Смотря на развитие сегодняшних событий в нашей молодой республике, я считаю, что каждый человек, живущий здесь, неотъемлемая часть его жизни должен занимать патриотизм, так как мы – молодое поколение, и мы должны прославлять свою республику, мы должны гордиться тем, что мы смогли стать самостоятельными, и что нам никто не помешал это сделать. Гран-при конкурса жюри вручили квартету «Рэд Роуз» из Тахановского ДК имени Горького. Они исполнили номер в разведке. Яркие, содержательные выступления, мастерское исполнение, дух патриотизма – все это характеризует конкурс-фестиваль «Чистое небо». Ждем его снова следующей весной. Стихи немногих поэтов становятся песнями, а еще меньше тех, чьи песни становятся народными. Луганску повезло, здесь родился Михаил Матусовский. Стихи на его песне уже семь десятилетий поет полмира, искренне считая, что их автор – народ. В чем магия творчества поэта? Попробуем разобраться вместе с участниками международных чтений памяти Матусовского. Ученые из Луганска и Алчевска, Таганрога и Липецка, Воронежа и Севастополя собрались в Академию культуры и искусств имени Матусовского на этот форум в девятый раз. Первые чтения, посвященные творчеству Матусовского, мы мечтали о том, что возле нашей академии будет памятник Матусовскому. Эта мечта стала реальностью. Потом были мысли, идеи, чтобы наша академия носила имя Михаила Львовича Матусовского. Это также стало реальностью. С первых минут пленарного заседания стало понятно, что оно не будет ни формальным, ни скучным. Хоть и собрались в президиуме уважаемые профессора-филологи, их сообщения, несмотря на научность, были трогательны и человечны. Магия Матусовского действовала. Я вчера, подъезжая к Луганску, обратила внимание на то, как буйствуют акации. Они действительно буйствуют. Наверное, все уже по этому и сказано. Аналогии рождались бесконечно. И поэтические строки вспоминались сами собой. Не только о душистых гроздях акации, но и о сверчках. Они в тени чертополоха ведут беседу. Когда мне станет очень плохо, в Донбасс уеду. Это тоже Матусовский. С чего начинается Родина? Я вот плачу, когда пою эту песню или слышу ее. Меня она очень трогает совершенно. Потому что на самом деле никаких громких слов, никаких вот таких высказываний патриотических. А просто вспоминается букварь, вспоминается тропинка. Вот от школы до дома. Ну, просто потрясающе, конечно. Профессор Воронежского госуниверситета, член Совета при президенте России по русскому языку Людмила Кольцова, в своем сообщении анализировала другое стихотворение Матусовского Поля Куликова. А в обобщениях пришла к очень интересным и значительным выводам. Верность Отечеству, верность долгу, верность супруге, своему мужу – это главное качество русского человека. В нем воплощаются его душевные особенности, его силы, его крепость, мощь его духа. И вот для Михаила Львовича Матусовского эти слова тоже, эти самые звездные слова. Потому что это и песня о верных друзьях, это слова в стихотворении и песне «С чего начинается Родина?», «С чего начинается Родина?». Здесь же на заседании представили идею создать словарь крылатых выражений Михаила Матусовского. Работа над ним может стать одним из направлений сотрудничества Воронежского государственного университета и Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского. Примадонна Луганской оперы отметила свой юбилей. День рождения Веры Андреяненко праздновали, как и положено, народные артистки Украины на сцене. Наш корреспондент Юлия Викулова одна из первых поздравила Веру Ивановну с юбилеем. Она – настоящая Примадонна. Это видно сразу. Народная артистка Украины, лауреат многочисленных вокальных конкурсов Вера Андреяненко свой юбилей отпраздновала на сцене. В зале ее ученики, коллеги, почитатели и поклонники. Они не жалеют ни слов благодарности в ее адрес, ни восторгов, ни добрых пожеланий. Я хотел бы ей в первую очередь пожелать творческого долголетия, мира над головой, потому что нам всем это очень актуально и нужно. Василий Михайлович отмечает, Вера Ивановна – человек с особым чутем на таланты. Даже в самодеятельном, начинающем исполнителе, она может рассмотреть потенциал и тем самым изменить его судьбу. Так случилось, например, с Анной Авериной. Сейчас девушка – студентка Вера Андреяненко. Потому что этот человек – это такое чудо природы, которое просто невозможно не любить. Она самая замечательная педагога, которого я пока видела. Настоящую семейную атмосферу подарили всем на концерте дочь и внучки Веры Ивановны. Они тоже вышли на сцену и вручили своей имениннице диплом от Академии семьи – самой лучшей бабушке. Они тоже пели, и это понятно. Какая бабушка, такие внучки. Открытые, талантливые и с необычайно красивыми голосами. Естественно, все собравшиеся ждали момента, когда своим мастерством блеснет и сама Вера Андреяненко. Слушать ее голос – одно наслаждение. Чтобы Вера Ивановна не пела, романсы, народные песни, классические арии – ее голос передает все. И цветение садов, и свечения звезд, и пения птиц. Весь вечер Вера Ивановна принимала поздравления, цветы и слова благодарности от студентов, выпускников и поклонников. К многочисленному списку добавились и новые государственные награды – почетные грамоты главы Луганской Народной Республики и главы администрации города Луганск. Но главной наградой остается народная любовь. Все ради нее. В Луганской Государственной Академии культуры и искусства имени Михаила Матусовского работает культурно-образовательный проект «Эстет», в рамках которого студенты каждый месяц изучают определенный период в истории искусств или творчества выдающихся мастеров. Нынешний майл в ГАКИ – месяц японской поэзии. Как сказать многое в нескольких словах учился и наш корреспондент Максим Рудамызов. В Луганской Академии культуры имени Матусовского реализуется культурно-образовательный проект «Эстет». В его рамках студенты изучают лучшие образцы мировой культуры, определенный период в истории искусств или творчества какого-то из выдающихся мастеров. Майл посвящен японской культуре. Более ста студентов приняли участие в конкурсе создания классических японских трюкстишей «Хокку». И вот подведем итоги. Главный принцип «Хокку» – сказать максимум, используя минимум слов. И как с этим справились наши студенты? Давайте посмотрим дальше. Суть японского «Хокку» в том, что оно состоит всего лишь из трех строк. В первый и последний пять слогов, во второй – семь. Пролистывать просто так сборник «Хокку» не удастся. Ведь это философское осмысление, видение японцев, окружающего мира, человека и в широком понимании этого слова «общество». Мы хотели бы, чтобы наши студенты, представители славянской цивилизации, посмотрели на иное мировоззрение, мировосприятие мира. В мае в Академии уже состоялись мастер-класс по восточным языкам и выставка «Япония в миниатюре», которую подготовили студенты кафедры рекламы и пиар-технологий. Все было по-настоящему. Как мы наблюдаем, у нас в Академии сегодня проходит замечательный день, который посвящен Японии и японской культуре. И, соответственно, с этим я безумно рада, что нахожусь в национальном одеянии Японии. Мне это очень нравится, я довольна тем, что я выгляжу как японка сегодня. Но на самой церемонии чествования начинающихся мастеров «Хокку» студенты также показали чайную церемонию, классический поединок самураев, в котором проигравший исполнил ритуал харакири. Уже после того, как зрителям предоставили некоторые традиции страны восходящего солнца, перешли к награждению тех, кто лучше всех освоил искусство написания «Хокку», сумев в трех строках описать момент. Здесь на счету каждое слово, каждый образ, и поэтому оно обретает особую весомость и значимость. Когда я начал писать, я хотел, чтобы было все точно и правильно, и именно по стандартам настоящего классического «Хокку». Вероприятие отлично, я думаю, его нужно повторить будет с периодом пару месяцев, ведь студенты заинтересовались, заинтересовались преподавателем. В любом случае о Японии, ее культуре и поэзии студенты теперь знают больше. И многие признались, что продолжат совершенствоваться в создании «Хокку». От трех лет и старше возраст маленьких академиков, воспитанников различных творческих студий, которые работают в Детской академии искусств, самом младшем факультете ЛГК имени Матусовского. Накануне состоялся театрализованный концерт, в котором ребята показали все, чему научились за последние полгода. В Детской академии искусств больше десятка творческих студий. В них учат быть актерами, телеведущими, художниками и фотографами, причем начинают учить с трех лет. На отчетном театрализованном концерте все они продемонстрировали по-настоящему взрослое стремление стать профессионалами в том из искусств, которое выбрали. Несмотря на юный возраст, артисты подарили зрителям яркий праздник, удивив невероятной палитрой выступлений. У нас сегодня состоялся очередной отчетный концерт, второй в этом году, который был посвящен волшебству. Наши дети – это особая публика, которым нужно доступно и понятно объяснять задачи, что мы от них хотим увидеть. Но самое главное, что наши дети, они активны, они умеют слушать. И даже если у них есть ошибки, они всего лишь учатся. На сцене было все – волшебство, приключения, танцевальные номера и песни. Даже кино показали. Детская телевизионная студия «Кадрики» представила первую серию подросткового сериала «Клуши», который снимает старшая группа. Эта работа, к слову, заняла Гран-при, как лучший игровой фильм на Всероссийском фестивале детских СМИ и киностудии «Волжские встречи-27». Здесь же на сцене выпускникам Детской академии искусств вручили сертификаты о ее окончании, и получили свою порцию аплодисментов. Академия вообще делает чудеса на самом деле с детками. Видите, с маленьких-маленьких детей вырастают большие талантливые хореографы, художники, музыканты. С трепетом и волнением все происходящее вместе с детьми переживали и их родители. Ведь именно они однажды, в первый раз, привели их в детскую академию искусств. Ребенок стал лучше воспринимать музыку, во-первых, лучше на сцене себя чувствовать. Для ребенка это очень хорошо, ему на сцене нравится. Он же так еще музыкой занимается, фортепиано. В будущем учебном году количество детских творческих студий в Академии еще увеличится. Добавятся музыкальные, где преподаватели колледжа и академии станут учить малышей академическому вокалу, пению в хоре, игре на музыкальных инструментах. В общем, впереди еще целое лето, чтобы определиться с тем, какую студию выбрать. А вот нынешние воспитанники Детской академии искусств уже выбрали не только студию, но и вуз, похоже. Если ты студент Детской академии, значит ты лучший! Вот такое увидели в прошедшую неделю наши журналисты и операторы. Впереди новая неделя. А это значит, нас ждут новые события, о которых мы расскажем в следующий понедельник. С вами была Лилия Чуяс. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова